Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в Бесконечное Лето! У вас на экранах Мику Рут, и что у нас произошло? Мы, значит, шли по тоннелю в старом лагере и уснули. А проснулись уже на съемочной площадке, где режиссером является Ольга Дмитриевна, и мы называем себя я, а не Семен. Надеюсь, в скором времени все прояснится в путь, друзья. Значит, мы сидим и кушаем в столовой вместе с Мику. И тут вбегает Славя. Я поднял голову и скептически посмотрел на вбежавшую в столовую девушку. Саша? Одна из главных героинь. Если сравнить ее в реальной жизни и того персонажа, которого ей предстоит играть, то Машины слова о несправедливости этого мира могут показаться не такими уж и глупыми. Хотя, с другой стороны, Саша не откажет в наличии актерского таланта так-то перевоплощаться на экране. Хо-хоу! Я же тебе тысячу раз говорил, не называй меня Маша-нян. Маша скрежетала зубами. Ладно, тогда Матян, можно-можно? Саша рывком пододвинула стул и села рядом со мной. Чертова виабу! Как таких вообще в институт берут? Ня-ня, о чем вы тут разговаривали? Саша, похоже, не услышал реплики о своей профпригодности. А мы тут обсуждали, что конкретно Маша-нян не нравится в сценарии. Я тебе сейчас понякую тут. Она попыталась ударить меня в лоб, но я ловко увернулся, и ее кулак с грохотом опустился на стол. Саша вскрикнула и задрожала. Видишь, как она недовольна? Пытливый, умный ум, не ищущий компромиссов, готовый к долгой, кропотливой работе, к самоотречению, отказу от тлена материального мира. А все ради чего? Ради истины. Ты такой умный! Мурлыкнула Саша и обхватила мою руку. Жаль, конечно, что ты не такая. Нет, ты точно конченый. Сочту за комплимент. Маша достала телефон из кармана и посмотрела на время. Ладно, пора. Тебе-то куда? Ты только во втором дне появляешься. Тебе пора, дурень. И мне, и мне. Саша запрыгала, не отпуская мою руку. Пожалуй, я встал, задвинул стул и поспалил. Я смотрел на Машу сверху вниз. Увидимся. Он прям какой-то мащет. Идешь. Они какие-то все надменные. Либо я это просто так читаю. Она фыркнула и отвернулась. Итедакимас! Это спасибо. Итеда! Наверное, это пожалуйста. Послышалось мне вслед, и в ту же секунду мимо пролетела Саша, а за ней пустой бомж-пакет. Я сидел в автобусе и лениво перелистывал сценарий. И какой идиот такой написал. Ах да, это же я. Я отложил стопку листов А4, неаккуратно пришитых степлером, и оставился в окно. И ведь действительно жарко. Даже без очевидных заявлений Шурика. Жарко. И ведь вот Асфальту, например, наплевать, что по сценарию вчера была зима, им увидители хочется плавиться именно здесь и сейчас. И кузнечикам наплевать, у них репетиция. Кстати, а кто стрекочет? Сверчки или кузнечики? Или цикады? Нет, те плачут. И даже интернета нет под рукой, чтобы проверить. Хотя зачем? Ведь все уже подписано и не подлежит редактированию. Да и какую собственно роль играют кузнечики в нашем фильме? Впрочем, неплохо бы снять хоррор в духе американских малобюджеток 50-х годов. Например, мой кузен кузнечик. Или день сверчка. Полет на гнездом цикады. Если я просижу здесь еще хотя бы 5 минут, то сам превращусь в насекомое. И почему в советских автобусах не ставили кондиционеров? Эй, алло, есть кто дома? На меня был направлен мегафон, а за ним сквозь плавящийся воздух можно было разглядеть лицо Ольги Дмитриевны. Оставьте сообщение, после... Я почувствовал удар. Эй, нельзя так обращаться с главным героем? Вы хоть читали мой райдер? Все, чтобы это был последний дубль в автобусе. Мне самому этого очень хотелось, все же на воздухе легче, чем в этой передвижной люди-плавилке. Надо мной нависла камера Шурика. Я делал вид, что отчаянно не понимаю, где нахожусь. Метался по автобусу, выскочил наружу, обошел его со всех сторон, а бесцеленно рухнул на бордюр. Стоп, снято! Ольга Дмитриевна одобрительно улыбнулась. Ведь можешь, когда захочешь. Да, пожалуй, желание здесь главное. А теперь знакомство со Славей. Может, перерывчик? Взмолился роутер. Мы сюда не отдыхать приехали. А ну, марш камере! Он понурил голову и поплелся на свое рабочее место. Мотор! Я уставился на ворота лагеря. Додержал взгляд на статуях пионеров и сделал несколько шагов вперед. Из ворот показалась Саша. Привет, Семен Кун! Меня Славя зовут. Ёшкины! Над площадкой повисло тягостное молчание. Даже кузнечики перестали стрекотать. И, казалось, так же, как и мы завороженно смотрели на Сашу. У меня к тебе только один вопрос. Из-за спины донесся узасающий спокойный голос Ольги Дмитриевны. Ты вообще читала сценарий? Ну, читала, да. Но там все так скучно же. Кричать, ругаться, биться в истерике было уже бесполезно. Другую актрису тут не найдешь. У нас всего три недели в этом лагере. А вы? Она села на раскаленный стул и принялась обмахиваться панамкой. Ребята, вы же понимаете, что такими темпами мы не успеем. У нас же еще столько материала. Ну, можно же хоть немного серьезнее относиться к работе. Как будто только мне это надо. Кнут точно не работал с Сашей, так что можно попробовать пряник. Извините. Я попробую еще раз. Попробуешь? Я живо представил, как главный герой изучает незнакомую местность. В его голове крутятся миллионы теорий. Он в шоке. Он не знает, что думать. А мозг готов взорваться. Сознание уходит. И тут появляется девушка, обычная пионерка, которая не подозревает, что с ним произошло. Она просто приветствует героя и отправляет его к вожатой. Я сделал несколько шагов и из ворот показалась Саше. Ты должно быть новенький? Боковым зрением я видел камеру, направленную на меня. И постарался сделать как можно более удивленное лицо. Так тебе к вожатой сразу надо. Вот можете же! Можете же, когда захотите! Ольга Дмитриевна вытерла пот со лба. Я тут с вами посидею раньше времени. А ведь все это еще и монтировать надо. Эх! Она посмотрела на часы. Ладно, пока. Пожалуй, все. Ладно, пока. Пожалуй, все. Даже я, не будучи трудоголиком, подумал, что за день съемок как-то маловато. А вам не кажется? Кажется, но сил больше нет. Как знаете. Я пошел плечами и направился в лагерь. Время приближалось к вечеру. Опять мы зависаем в столовой. За ужином я сидел с Машей, Сашей и Алисой. Передо мной стояла большая тарелка, доверху наполненная жареной картошкой с грибами. Странно, а Алису зовут все так же Алиса. Преимущество лета – овощи с грядки. Лучше бы такое усердие на съемках проявлял. А что, тебе больше бомж-пакеты нравится? Да что вы, Саша отлично говорит. Промучала Алиса. Тебя не учили, что нехорошо говорить с набитым ртом. А ты вечно чем-то недовольна. Я? Я? Саша была готова разрыдаться. Господи. Да успокойтесь вы, все очень вкусно. Ня-я-я, Маша-нян, хочешь сейчас завтра еще что-нибудь? Маша посмотрела на нее так, что без слов стало понятно, что продолжать не стоит. Так все-таки, скажи мне честно. Не скажу. Ну ты же даже не знаешь, что я спросить хочу. Знаю. И что же? Она уставилась на меня с видом победителя. Почему я придумал такой бредовый сценарий? Тьфу. Алиса и Саша засмеялись. Вас-то я смотрю, все устраивает. А что, лето, природа, пляж, все отлично. Могла бы в Турцию съездить, чего сюда приперлась. Алиса непонимающе посмотрела на Машу и углубилась в тарелку. Ну? Она тыкнула меня вилкой. Не бойся вилки, бойся ложки. Один удар и череп в крошки. Вот вы мне скажите, он вообще нормальный? Семен Гуняша! Саша обхватила мою руку и закивала головой. А что такое? Организовал нам бесплатный отдых. Я не понимаю, что здесь делаю? В конце концов, тебя никто не держит. Холодно сказал я. Да была бы моя воля. А чем ты все время сама занимаешься? Все других ругаешь, а до твоего появления все еще порядком по сценарию. Небось готовишься вовсю. Перебил я ее. А может и готовлюсь. Двойные стандарты? Тройные, блин. Ну так все же. А что мне прикажешь делать? Я ничего, просто интересуюсь. Книжки читаю. Неуверенно ответила она. И все по актерскому мастерству. Хватит уже, сидим тут в глуши. Ни интернета, ни телефона не ловит вообще ничего. Если бы я еще и средства от комаров не взяла... Его я взяла, не... Маша посмотрела на нее так, что Саша внезапно стала занимать куда меньше места, чем обычно. Не понимаю я тебя. Какой смысл все время возмущаться? Могла бы и не ехать. Тебя забыла спросить. Маша резко встала и направилась к выходу. Маша не расстроилась. Сказала Саше грустно. Если она так расстроилась сейчас, то что будет к концу съемок? Пионерская резьба бензопилы дружбы, не иначе. На самом деле я не понимал, почему Маша бесится. Нет, она с самого начала не проявляла особого энтузиазма ни по поводу сценария, ни по поводу идеи снимать все это в полузаброшенном пионерлагере. Но все-таки так агрессивно себя не вела. Может быть на нее действует жара? Или кузнечики? Да, точно, кузнечики. Ведь они дико мешают спать. Вот была бы такая кнопка выпустить травляющий газ. О чем задумался? О кузнечиках. А что с ними не так? С ними все так. Кузнечики ня-ня. Почему? Ну они такие страшные. Не любишь насекомых? Нет. Я тоже. Повисло тягостное молчание. Все-таки, что бы там ни нашло, на Машу, она всегда может поддержать любой разговор. Наверное, даже о кузнечиках. Я тут же представил, как она живо рассказывает всем о моей ненависти к этому исчадим ада, который не только имеет наглость отравлять своим присутствием и без того несовершенный мир, так еще и стрекочет по ночам, нарушая ее собственный внутренний покой и тонкую душевную организацию. К нашему столу подошла Ольга Дмитриевна. Готовы к ночным съемкам? Ночным? Мы же даже начало не отсняли. Да и вы говорили, что вроде бы на сегодня все. Надо использовать время по максимуму, а то так вообще никогда не закончим. Нельзя сказать, что я сильно устал. Да и хоть какую-то заинтересованность в успехе своего проекта показать было необходимо. Хорошо. И что снимать будем? Сцену в лечцу ночью со Славей? На-ни-на-ни! Саша услышала, что речь идет про ее героиню и встрепенулась. Только пожалуйста. На-то же начала Ольга Дмитриевна. В этот раз придерживайся текста. Хай-хай! И перестань уже... Она скрипнула зубами, развернулась и ушла. А что там за сцена? Что? Не читал сценарий? Нет, конечно. Гордо сказала Алиса. Мне вполне достаточно тех мест, где появляюсь я. Я не стал утомлять ее разговорами о том, что, чтобы до конца понять своего героя, нужно составить цельную картину происходящего. Там я наблюдаю за Славей, который танцует на берегу лесного озера. Не-не-не-а, как романтично! И раздевается при этом. Не-а? Саша непонимающе посмотрел на меня. Через несколько секунд к ней пришло сознание. Раздевается? Не полностью, не волнуйся. Ну, если это с тобой... Она покраснела. Ну, похоже, эта девочка не только обсмотрелась аниме, но и от рождения не отличается особым умом и сообразительностью. И почему Ольга Дмитриевна именно так подобрала роли? Как по мне, так Маша куда лучше бы подошла на роль Слави, а Саша на роль Мику. Впрочем, решать режиссеру... А он у нас, Ольга Дмитриевна. А там будет это? Что? Саша непонимающе уставилась на Алису. Нет. То есть вообще не будет? В этой сцене нет. А значит, будет позже? Алиса ехидно усмыхнулась. Если тебе так интересно, взяла бы, прочитала сценарий уже. А мне совсем и не интересно. Алиса встала из-за стола. Ладно, пойду. Так что это? Что будет? Ничего. Иди, готовься, солнце уже садится. Ня-ня! Саша вскочил и побежала к выходу. Я доел картошку и тяжело вздохнул. Да, такими тэпами нам точно не снять даже половины. Можно, конечно, в конце написать «to be continued», продолжение следует, или превратить все в эпическую сагу от студентов заштатного провинциального института кино и телевидения. Я внезапно почувствовал, что мне, в принципе, уже все равно. Готов? Я обернулся и увидел Шурика. Я-то чего? А ты как с ночными съемками? Ух, как-нибудь. Ну ок, тогда пошли. К вечеру, наконец-то, похолодало. Даже слишком. Я сидел на пеньке и кутался в легкую кофточку, пока остальные расставляли камеры и освещение. И почему я этим должна заниматься? Меня ведь даже в этой сцене нет. Маша натягивала между деревьями светоотражающее полотно. А кому еще? У нас нехватка кадров. Вот и взяла бы больше народу. В съемках такого шедевра любой бы согласился поучаствовать. Ты чем-то недовольна? Ольга Дмитриевна грозно посмотрела на нее. Пожалуй, режиссер была единственным человеком, с которым Маша спорить не решалась. Интересно, почему? Ко мне подсел Шурик. Как думаешь, сделаем за два-три дубля? Не знаю, не от меня, зависит. Я кивнул в сторону Саши, которая усердно прыгала на берегу озера, входя в роль. Понятно. Шурик обреченно вздохнул и направился к камере. Ладно, пора начинать. Я спрятался за деревом. Камера, мотор! Оу-е. Мимо меня пританцовывая прошла Саша. Я не мог не отметить, что при дополнительном освещении, смешанном со светом луны, она выглядела глупо. Но это дело оператора, наверное. Так будет в итоге лучше. Я медленно вышел из-за дерева и направился за ней. Саша медленно шла вдоль берега, словно порхала, скидывая по дороге пионерский галстук и расстегивая рубашку. Получается у нее действительно здорово. Уверен, она была бы прекрасной актрисой немого кино. Вскоре Саша скрылась в лесу, а я некоторое время поставил на берегу и направился за ней. Стоп, снято! Саша выбежал из-за деревьев. Ну, ну, как? Отлично, превосходно, вот всегда бы так. С первого дубля и закончили бы тогда все вовремя. Вы-то говорите, как будто мы не закончим все вовремя. Скептически заметил я. Закончим, не сомневайся. И что, это все? Рядом со мной непонятно откуда возникла Маша. А что ты еще хотела? Почти три часа подготовки ради минуты съемки? Это кино, кино, искусство. Тут можно годами ловить нужный кадр. Десятилетиями снимать картину на пять минут. Ольга Дмитриевна смешно размахивала руками. Ладно, устала, сказала Маша. Это все? На сегодня да. Спасибо, друзья, что смотрели. Закончу и я. Все происходящее все еще до сих пор является съемкой этого самого бесконечного лета фильма. И какие события будут, наверняка увидим в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если нравится. Ждете продолжения. Пока. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.